Библейский портал экзегет.ру представляет 11 глава второй книги царей или второй книги царств для библейского портала экзегет Такая необычная глава Вот мне бы хотелось, чтобы я не был в этой книге Она рассказывает о такой истории, которую обычно хотят скрыть Ну давайте без долгих предисловий Что происходит? У нас предыдущая глава про войну с аммонитянами Давид отправляет свое войско в поход, потому что аммонитяне оскорбили его послов И он мстит за их честь Ну а что в это время происходит, собственно, в столице, в Иерусалиме Пока полководец Юав ведет войско против аммонитян Следующей весной, когда цари выступают в походы Да, понятно, воевали только в теплое время года, потому что зимой гораздо сложнее по целому ряду причин Давид отправил Юава, а с ним его слуг и всех израильтян, и те разбили аммонитян Войско Давида осаждало их столицу Раабу, а сам Давид остался в Иерусалиме Кстати, по всю пору это столица Иордании, да, Амман Вот Амман и аммонитяне слова однокоренные, да, собственно, Раббат Амман в библейском тексте Это название того самого города, который сегодня называется Амман Однажды под вечер Давид, поднявшись с постели, прогуливался по крыше царского дворца Но он не был оригиналом, который лазает по крышам Крыши были плоскими И в летнее время у нас уже, да, весна началась Наверное, ближе к концу весны, дождей нету совсем Поэтому приятно прогуляться по крыше Оттуда вид хороший, прохладно, так ветерок веет И с крыши он увидел, как совершала омовение одна женщина И была она очень красива Понятно, что с крыши видно, может быть, что происходит во дворах других людей Давид послал разузнать об этой женщине Ему доложили, что это Батшева, дочь Илиама, жена Урии Хетта Давид отправил за ней гонцов, и ее привели к нему Он переспал с ней, и она, очистившись от сквера, вернулась к себе домой Вот, собственно, история грехопадения Давида Интересно, что повествователь абсолютно ничего нам не сообщает О желаниях самой женщины Вот Давид в данном случае ведет себя, как такой диктатор-азурпатор Который, ну, просто что видит, то на то говорит мое Вот увидел красивую женщину, понравилось, приведите ее ко мне А кто она такая, чтобы сопротивляться? Как она может возразить царю? Ее, собственно, никто и не спрашивает И когда та женщина поняла, что беременна, то послала известить об этом Давида такими словами Я беременна? Опять-таки, она никак себя не проявляет В дальнейшей истории Израиля, она, эта самая Батшева, сыграет очень важную роль Мы до этого дойдем уже в следующей, третьей книге Но пока вот она просто красавица, которой распоряжаются как вещь И понятно, что дело даже не только в том, что Давид берет чужую жену, а в том, что он относится к ней как к вещи Вот такой контраст с историей, которую мы видели в девятой главе, когда Давид мстит за оскорбление своих послов Вот там люди — это люди для него, а здесь человек — это вещь Ну, к тому же вещь краденая Что делать, если обнаружили кражу? Она беременна от Давида А что дальше? Вот мы как раз увидим интересный эпизод Давид тогда отправил весть Юаву, чтобы тот прислал к нему Урию Хетт То есть мужа этой женщины Юав отослал Урию к Давиду Урия явился к нему И Давид стал расспрашивать о том, все ли в порядке у Юавы и всего народа, и как идет война Потом Давид сказал Урии, ступай домой и отдохни Урия покинул царский дворец, а вслед ему вынесли и подарок от царя То есть Давид пытается скрыть ситуацию Он вызывает с войны мужа этой женщины Рассчитывая, что они будут вместе И, соответственно, беременность будет списана на законного мужа Но Урия ночевал у дворцовых ворот вместе со слугами своего господина, а домой не пошел Давиду донесли, что Урия так и не был дома И Давид спросил Урию, разве не вернулся ты из дальнего пути, отчего же не идешь домой? Но Урия ответил Давиду, и Ковчег, и Израиль, и Иуда сейчас в походе Мой господин Юав и слуги моего господина раскинули шатры в поле А я пойду к себе домой есть, пить и ночевать с женой Клянусь тобой, клянусь твоей жизнью, я так не поступлю Странная логика Вернулся воин из похода, причем с войны Его, возможно, убьют скоро Неужели он не хочет провести эту ночь со своей любимой женой? А он говорит, все в походе, а я буду дома развлекаться? Нет, конечно, то есть он как бы не готов сменить свой походный такой мундир Конечно, у них мундиров не было На домашний халат И халатов, вероятно, тоже не было Просто потому, что это значило бы предать своих соратников Предать тех, с кем он разделяет опасности войны Еще интересный эпизод, что, оказывается, Ковчег выносится в поход То есть по-прежнему, и мы уже это видели, Ковчег воспринимается как какое-то супероружие И израильское войско его носит с собой Потом, конечно, такого происходить не будет Но это войны господни, как их тогда понимали Ну и вот Урия, можно сказать, держит пост То есть, что такое пост? Это вот состояние такого бодрствования Такого отказа от всех мирских удовольствий Ради того, чтобы воевать Не потерять связь вот с этой самой армией, которая на войне сейчас Давид ответил Урия Останься еще на один день, завтра я отпущу тебя Давид пригласил его к себе за стол и напоил до пьяна Но вечером Урия отправился спать на прежнее место вместе с рабами своего господина А домой не пошел Ну, понятно, Давид рассчитывал, что он как-то расслабится Что будет он пьяным, уже забудет о всех этих своих правилах И все будет как обычно Что делать? Вот что делать в этой ситуации Давиду? Ну, наверное, можно рассказать Урии о том, как это выглядит Но это же значит потерять лицо Это же значит лишиться преданности, может быть, не одного только этого Урии Но других воинов, которые скажут Ничего себе, пока мы за него воюем, он тут наших жен соблазняет Да не будем мы за него воевать И Давид идет на хитрость Вот эта хитрость вполне в духе восточного царя Но не в духе Давида Каким мы его знали до сих пор Утром Давид написал письмо Юаву Это военачальник его, командующий этим войском Чтобы отправить с ним Урию В том письме было сказано Поставьте Урию впереди всех в тяжелом бою А сами отступитесь от него, пусть его убьют Понятно, если Урия погибает, то его жена становится вдовой А вдову-то можно взять Джона Все как бы нормально, с внешней точки зрения Ну а то, что он погибнет, так война же Во время осады города Юав так и сделал Отправил Урию туда, где, как он знал, были сильные бойцы Горожане вышли на битву с Юавом И пали некоторые из народа и слуг Давидовых Так был убитый Урия Хет Юав отправил Давиду нанесение о ходе войны Гонцу он приказал так Когда расскажешь царе обо всех военных событиях То может возгореться царский гнев И спросит он себя Зачем же вы подходили до сражения так близко к городу? Разве не знали, что будут бросать вас камни со стены? Кто сразил Авемеллах и сына Ерубаала? Ну, это история в девятой главе книги Судей или Вождей, как в моем переводе она названа Когда женщина бросила камень и попала ему в голову И он погиб Ведь женщина бросила в него обломок жерного со стены в Тевице И так он погиб Интересно, что имя, которое тут пишется Ерубаал Там Ерубошит У нас уже встречались эти имена на Бошит или Вошит Стыд И я говорил о том, что вероятно изначально эти имена звучали с элементом Ваал Названием языческого божества Но где-то вот заменили, а здесь не заменили Тогда ты скажи, слуга твой Уриахет тоже погиб Гонец отправился в путь и придя, пересказал Давиду все, с чем посылал его Юав Вестник сказал Давиду, крепко бились с нами те люди, выйдя в поле Но мы гнали их до самых ворот Но стрелки стали обстреливать нас со стены И погибли некоторые из царских слуг Погиб и твой слуга Уриахет Вот что Давид велел передать Юаву, чтобы ободрить его Пусть тебя это не заботит, ведь меч на войне разит то одного, то другого Усиль свой натиск на город Ну, потеря, нормально, война идет Вот не Давид Какой-то другой Давид, которого мы знаем Но он своего добился Когда жена Ури услышала, что умер ее Мушурия, то оплакала своего супруга Время плача закончилось Давид послал за ней и взял ее себе во дворец, как жену Она родила ему сына Но то, что сотворил Давид, было злом отча господних Вот перед нами жестокий восточный царь Для которого человеческая жизнегружка Для которого все, что на территории его царства Его личная собственность Ну, а если кто-то временно считает, что обладает ей То, значит, надо отобрать, если мне это нужно, если мне это нравится В этой истории Давид повел себя так И, в принципе, история завершилась Да, вот тут можно произнести длинную мораль О том, что цари бывают жестоки О том, что простой человек часто даже не понимает Какая он пешка в игре сильных мира сего Что очень часто вот эти самые войны Эти самые глобальные какие-то политические интересы Они прикрывают очень мелкое шкурничество Вот они, собственно говоря, прикрывают грех Давида О котором он надеялся, никто не узнает Но есть еще Бог, и поэтому дальше будет 12 глава Которая дает совершенно другой итог всей этой истории Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому